Здравствуйте всем! Сегодня у нас ролик, правда, не про ГБЦ. Сегодня у нас видео по доработке масляного насоса автомобиля Mazda 6. Насос этого авто стоит внутри блока цилиндров. Стоимость нового насоса зашкаливает. И, как говорит наш клиент, просто золотая деталь. Эта деталь, как я понял, вообще большой головняк в этом авто. Проще всего купить этот насос, если он вышел из строя на разборке, то есть БУ. Что, собственно, и сделал наш клиент. Владимир Мазды купил по Эннеку насос на разборке в Ростове. Но здесь скрылась засада. Оказывается, что до какого-то года, вроде как до 2007-го, в крышке этого насоса стоит датчик положения коленвала. А вот в более старших, поздних версиях, датчик этот стоит в районе сцепления. Как вы понимаете, я вам рассказываю со слов клиента. И насколько это все отвечает в действительность, я не проверял. Нет времени, да и вообще-то видео не об этом. А видео у нас о том, что насос приехал в клиент в более поздней версии, то есть без места крепления этого датчика. Автовладелец покрутил, повертел его. И в итоге приехал к нам с вопросом, сможем ли мы ему помочь и сделать это крепление. Мы, конечно же, любим подобную неординарную работу, а поэтому и взялись за нее. Первое, что нужно было сделать, это произвести все измерения, от которых нам нужно будет отталкиваться при изготовлении крепления. Поэтому расточник Виталий крепит старый корпус насоса на станок. Затем он делает промеры. А вот для измерения углов наклона посадочного места датчика, он весь там в разных углах, крепит к его плоскости посадки пластинку. Делает всевозможные контрольные насечки. Выставляет и измеряет углы. Точнее, засекает, смотрит углы этого узла. Все полученные данные по замерам Виталий заносит в свой чертеже, чтобы затем при выполнении работ правильно выставить, отфрезеровать, просверлить все требуемые плоскости и отверстия. А пока расточник токарно-расточного станка все это делает, фрезеровщик Сергей изготавливает балланку корпуса крепежа. Делает он это из кругляка по заданным размерам расточником Виталия. Вот он выполняет такую заготовку. Затем Виталий в ней сделал примерно произвольное отверстие с резьбой М6 и направляющими. Здесь есть разные посадочные отверстия, углы и размеры. Направляющий выполнен из роликов разобранного игольчатого подшипника. Эту заготовку будем крепить на крышку насоса и распускать ее под крепление датчика. Ну что же, подготовительные работы были сделаны. Ну и теперь Виталий приступает к основной части марлезонского балета. Сперва Виталий крепит крышку насоса на глобусном столе. Конечно же, выставляет ее по уровню. В данном случае это достаточно кропотливая работа. Затем он делает разметку под отверстие винтов и под направляющие. Насверливает насечки центровкой под будущее отверстие. Все четыре. Теперь сверлом 6.1 рассверливаем сквозные отверстия под винты. Не будем все на раздалбливать. Сверлом 2.9 свертит отверстие под направляющие. Калибрует, естественно, отверстие развертками. После разворачивания первого отверстия расточник обязательно проверит роликом, какой получается диаметр. После тортильного промера Виталия все устроила и он разворачивает второе отверстие. Теперь ровняет опорную поверхность. Ведь здесь было литье и особой точности эта поверхность не требовала. А поэтому здесь нужно вывести ровную опорную площадку для нашего бруска. В итоге такую вот площадку Виталий сделал. Теперь на нашей заготовке нужно убрать угол, чтобы балабанка встала на свое место. Виталий выставляет требуемый угол и фрезой убирает лишний металл. Примеряет по месту. Делает вывод, что нужно еще подправить. Причем в ту сторону, наверное, нужно ли. Теперь пробует посадить балабанку на свое место. Она садится, садится в свое место с хорошим таким усилием. А нам, собственно, это и нужно. Теперь Виталий срезает лишний из углов. Ну, вроде что-то начинает становиться похожим на то, что нам нужно. Теперь ставит полученную заготовку на свое место и крепит винтами. Основа готова. Далее Виталий выставляет крышку с установленной заготовкой на станке по уровню. Выставляет фрезу на нор. Фиксирует размер на станке. Ну и теперь приступает к фрезерованию поверхности детали, чтобы вогнать ее в требуемую высоту. Используя перенесенные насычки со старого корпуса на новый, Виталий выставляет режущий инструмент и придает начальную форму бруску крепления. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь сперва ставит сверху диаметром 5 мм и сверлит отверстие крепления датчика под резьбу М6. Продолжение следует... Сперва прорезает первым номером, ну а затем, конечно же, вторым Теперь Виталий приступает к рассверовке отверстия под сам датчик Диаметр датчика 18, минус две десятки Значит, отверстие будем делать ровно 18 мм Две десяточки нам за глаза Расточник будет проходить этот размер за три приема Сперва просверливает отверстие диаметром 10 мм Затем делает отверстие 13 мм И теперь приступает к растачиванию отверстия при помощи резца Растачивает отверстие до 18 мм и, конечно же, останавливается на этом Переворачивает крышку в горизонтальное положение И приступает к приданию креплению окончательной формы Виталий выставляет замеренный на оригинале угол площадки прилегания плоскости датчика И выфрезеровывает плоскость Конечно же, делает он до плоскости крепления датчика Там угол другой Попробуем примерить датчик Не получается это сделать Нужно сперва, как и в оригинале, срезать бортик Размечаем бортик по оригиналу Как нужно его срезать И приступает к резеровке Пошагово он удаляет все лишнее Вот теперь можно попробовать, как ставится датчик в свое гнездо Садится нормально Но можно еще немножко опустить бортик Чтобы удобнее было его ставить и снимать Теперь Виталий фрезерует плоскость, выходящую на коленвал Ну и теперь уже можно развернуть крышку И продолжить фрезеровку вместо крышки, откуда ставится датчик Почему мы не сделали это сразу? Да потому что здесь угол немножко другой И нужно было крышку разворачивать Поэтому мы сделали все те операции А теперь можно срезать под углом Развернем крышку И срезаем угол бортика под углом Теперь остается сделать лишь вот этот паз под кабель датчика И в принципе у нас все готово Примерно таким вот образом укладывается сюда шнур Виталий делает последний штрих Фрезерует паз Снимает со станка Обмывает, продувает И в итоге вот что у нас получилось А на этом все Оставляйте комментарии, кидайте донат, задавайте вопросы Обязательно ответим И без аварийных вам проездов